Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 сентября – день Михаила. Воспоминание чуда святого архистратига Михаила в Хонех над источником чудотворной воды стоял храм святого архистратига Михаила. От его воды больные получали исцеление. Жил один грек, у которого единственная дочь была неба от рождения. Отец прилагал много стараний к исцелению ее немоты. Во сне к нему явился ангел и приказал напоить ее из источника. Сделав это, дочь проговорила – Боже христианский, помилуй меня, святые Михаили, помоги мне. День стал короче на пять часов. Архистратига Михаила называют защитником умерших. Согласно преданию, он перенес на небеса души Богородицы и пророка Авраама. Михаил охраняет врата рая. К нему обращаются с молитвами об исцелении от тяжелых болезней. Именем Михаила называют и различные источники, обладающие целебными свойствами. Сегодня на Руси устраивали мирские братчины. Надо было предварительно поссориться из-за какой-нибудь мелочи, а уже за столом мириться и брататься, чтобы не конфликтовать в течение всего года. Приметы. На Михаила нельзя работать. Бог накажет. Тепло на Михаила в день знать. Осень будет долгой. Если листья осины лежат вверх лицевой стороной, зима будет холодной. Если на деревьях сегодня осел иней, зима будет снежной. Сегодня мы с вами на целебной кулинарии разберем такой удивительный продукт, как клюква. Действительно, продукт непростой. Вот. Вкус, как мы все знаем, у него кислый. Свойства мочегонные, жаропонижающие, жаждаутоляющие и, самое важное, бактерицидные. Итак, мы с вами сделаем сначала клюквенный морс. Мы с вами сначала приготовим воду. Водичку берем как можно чище. Для того, чтобы она еще лучше у вас работала, опускаем сюда кусочек кремния. Опустили. И оставляем настаиваться в течение ночи. Водичка настоялась. А лучше вообще кремнию водицу делать заранее. Большую емкость взять, литров на 5-10. Опускайте такой кремушек. И он у вас стоит. Стоит эта водица. Ну, примерно там недельку вы ее пользуете, доливаете. И в итоге у нас получается прекрасная кремниевая вода, обладающая целебными свойствами. Так вот, водичку мы сделали. Теперь начинаем использовать клюкву. Для этого я воспользуюсь блендером. Набираем клюковки. В блендер. Вот. Клюковка свеженькая. Отличная должна быть. Ну и хватит. Теперь мы с вами заливаем воды. Нашей воды, которая настоена на кремнии. Вот, водичку залили. Закрываем. И все это размешиваем. Стоп. Размешали. Теперь попробуем, какой у нас имеется вкус. Вкус, конечно, будет такой кислый. А хотелось бы, чтобы вкус был приятный. Ну, допустим, кисло-сладкий. Наливаем. И пробуем. Да, приятно, а? Вкус, а кислый напиток. Для того, чтобы усилить действие этого напитка, чтобы он был вкусный не только тем, кто любит кислый вкус, но и детки. И сюда добавим меда. Много не надо, но так примерно столовой ложки две. Вот, добавили. И еще разок все это мы с вами перемешаем. Перемешаем. Доливаем оставшуюся воду. Долили. Камушек. Показываем, какой камушек. Видите, какой он? Различные грани. Великолепный кварц, который структурирует воду так, как положено. Делает ее уже бактерицидной, плюс клюква, обладающая мощными бактерицидными свойствами. Еще все это усиливает. И перемешиваем. 20-е лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнения, принять решения и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание, либо ходьба на ягодицах. 21-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас в самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени, поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!